Мне очень нравится читать. Я хочу представить вам свою любимую книгу Шар на перо и Золожья. Когда я читаю эту сказку, она у нас в нем чудес и волшебство. Один дворец, у которого была добрая и красивая дочь, женился на очень высокомерной даре. У нее было две дочери, злые и вздорные, как их мать. Мачеха сразу не взлюбила хачерицу и заставляла делать ее самую тяжелую работу. Но Золожья сетерпеливо сносила, работала быстро и никогда не жаловалась. Эта сказка учит нас доброте, терпению, хорошим манерам и учит помогать близким людям в трудную минуту. Она помогла разобраться мне, где добро, а где зло. И доказала в очередной раз, что добро всегда побеждает зло. Благодаря этой сказке я поняла, что за грязным платьем может скрываться чистая душа. Мне очень нравится рисовать. И для рисования это тоже лучше всего. Вот тыква, и вдруг одно прикосновение волшебной палочкой, и тыква превратилась в золоченую карибу. А вот шесть мышцов. И вдруг в одном мгновении, и перед нами уже шесть прекрасных лошадей. А еще я буду выкладывать картину из пайеток. На этой картине я изобразила золушку в варьем платье. На балу красавица золушка всех очаровала. А эту пайетку я сделала из простой пластиковой бутылки. Это хрустальная туфелька, которую потеряла золушка, покидая маму. А вот какую роль сыграла туфелька в жизни золушке. Кто подарил золушке красивое платье, золоченую карету, слушая. Капель, о, встречала золушка на балу. Вы это все узнаете, когда прочитаете сказку Шарля Перо «Золушке». Благодарю за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!